Всем привет! Это телегита. Это значит, пришло время узнать, как провести время вместе с нашим каналом. На этой неделе вас ждет премьера сериала и ленты. Для приятного просмотра. Когда точно включать ЛРТ, сейчас расскажу я, Анна Троян. Российская глубинка середины 19 века. Какая она? И что происходило там в те времена? Это предстоит узнать зрителям ЛРТ по будням. На берегах Волги переплетаются многочисленные сюжетные линии. На судьбы героев выпадают сильнейшие испытания. Любовь, богатство, слава, гибель близких. Насколько жители, пережив все беды, останутся верными нравственным законам. Смотрим с понедельника по пятницу в 8.30 утра и в 17.30. Умного купца поджидаю. Гляньте, товар-то хорош. Ну, хорош. И что? А то, что если мои тарелочки поштучно продавать, то каждая по полрублика уйдет. А значит, нынешнюю-то цену утроить можно. А уши двоить-то без оглядки. Мне же мышлен-то не по летам. Беру весь товар. А в середине недели, мои друзья, российский детектив в честь самурая не отпустит вас от экранов. За свое увлечение восточными единоборствами оперативника Николая коллеги так и прозвали «самурай». Он холоден, беспристрастен, а допросы с его участием напоминают захватывающий психологический поединок. Он смело бросается в бой, особенно, когда дело касается его дочери. Капитан полиции, привыкший общаться с суровыми преступниками, с трудом находит общий язык с повзрослевшей девочкой. Как обернулся события этой истории, смотрим в среду в 21.45. Капитан Дымов, убойный отдел. Че надо? Посмотри. Узнаешь вот этого? Не узнаю, пацана. А вот этот, гражданин, тебе знаком? Нет. Да, приятель, с такими провалами в памяти по тебе больничка плачет. Согласитесь, иногда для счастья человеку достаточно незначительной мелочи. Именно об этом кинолента, которую мы увидим в завершении рабочих будней. Донтисту Мишелю в этот злополучный день для полного счастья нужно было послушать лишь долгожданную пластинку. Предвкушая наслаждение, он отправляется домой. Но не тут-то было, жена решает с ним серьезно поговорить. Сын устроил ночлежку для филиппинских иммигрантов. Да еще и у его любовницы вдруг проснулась совесть. И она, видите ли, больше не может скрывать их отношения. Поверьте ей, даже это еще не все. Ни минуты покоя смотрю в пятницу в 21.45. Надо кран перекрыть! Быстро! Куда она? Куда ты? Не работать! Поверните! Не работать! Закринь его! Я сейчас сделаю! Они даже не могут перекрыть кран! Черт! 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 Остановитесь! Заткните ее! Отломать кран! О, заговорил! Только что ты не знал, что такое кран! В течение недели в городском округе Люберца было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. Помимо выполнения всех нормативов нужно пробежать еще 2 километра. Это 5 таких кругов. И одеваться нужно не так, как я. Конец – это только начало. Таков девиз европейской картины о сложных семейных перипетиях. Рекомендую ее посмотреть в субботу. Нино и Ариан еще в начале своей совместной жизни не слишком придавали значение традициям. Мимолетная брачная церемония, несерьезное отношение друг к другу и вот развод. Которая оказывается для них единственной перспективой. Тем более супруги уже давно не проживают вместе. Однако на разрыв брака парень согласен только с одним условием. 8 дней перед разводом должны стать прощальной заменой несостоявшемуся медовому месяцу. Что из этого выйдет, увидим 26 мая в 20.30. Сделаешь чай? Я пойду позанимаюсь. Флоранс. Пропущенные звонки. Винсан, я в полиции. Перезвони. Дети напали на Эдуара. Не пугай Бене. Перезвони. Бене! Бене! Кто такая Мария Зис и какова ее судьба? Это предстоит узнать нашим зрителям в воскресенье. На пике популярности актриса Мария Эндерс получает неожиданное предложение. Молодой режиссер предлагает героине поучаствовать в ремейке, экранизации той самой пьесы, с которой началась ее карьера. Многим обязанная своей первой большой роли, она начинает готовиться к репетициям и очень скоро ощущает на себе то, как за 20 лет изменилось ее отношение к героям, к самой себе, к актерской профессии, к собственному прошлому и настоящему в целом. Все подробности смотрим 27 мая в 20.30. Я же сказала, нет. Он пришел только ради вас. Этот проект мне не интересен. Поговорите с ним, это же не трудно. Он отличный режиссер, может быть, лучший из современных. Знаю. Я видела его постановки. Но если вам по душе общества мэра и Хенрика, ради бога. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Анна Троян. Полный обзор фильмов и программ нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. А еще подписывайтесь на нас в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий округа. Всего вам доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова